Организация, которая помогает, содействует тому, чтобы дети учились. Скажите, что она делает? Мы помогаем, соответственно, детям, и не только детям, а уже людям более взрослым, тем, кто хочет получить образование за рубежом, осуществить эту там, у кого-то мечту, у кого-то просто идею. И в рамках этого и только в рамках получения каких-то освоения образовательных программ мы и работаем. То есть что значит мы работаем? Мы работаем в двух направлениях. Первое – это мы помогаем пройти весь путь, необходимый для поступления. То есть в первую очередь – это выбрать страну обучения, то учебное заведение, которое наиболее подходит ребенку, либо там уже более взрослому человеку, ту программу, которая наиболее ему подойдет по совокупности факторов, по сложности обучения, по той специальности, этим навыкам, которые он получит на выходе, по стоимости обучения, по условиям проживания. Помогаем на этом пути подготовить все документы, взаимодействуем с учебными заведениями, подаем все необходимые документы в учебных заведениях. И при благоприятном исходе, соответственно, помогаем с визой, проживанием, отъездом и прочими вещами. Обязательным условием является очень хорошее знание иностранного языка, в частности английского языка для обучения. Как правило, да и практически всегда, есть требования о сдаче специализированного экзамена и получении международного сертификата, дающего право, на взгляд университета, и возможность учиться в университете. Соответственно, наше другое подразделение, нашей компании, она помогает или готовит к сдаче различных международных экзаменов. Это могут быть Тойфил, Айлц, это те экзамены, которые принимаются подавляющим количеством университетов. Это американские экзамены GIMAT, GRI, SAT, ну и экзамены по другим языкам тоже. То есть вот начинает изучение языка и заканчивая там, если не покупкой авиабилетов, то, по крайней мере, поможем ручкой в конец и прокурируем еще, как ребенок там учится или уже там взрослый человек там учится. Вот весь процесс, всем процессом этим мы и занимаемся. А вот так вот обрисуйте людей, которые к вам приходят, да? Вот этот вот круг и... Да, очень разные. Очень разные, совершенно разные люди. И нет какого-то такого или стереотипа, или усредненного модели, или усредненного вида вот этого человека. Кто-то выбирает образование за рубежом с позицией, семья переезжает, или семья живет, или есть вот родственники, которые отследят, допустим, за ребенком. Почему бы нет? Кто-то делает, и большинство таких, совершенно осознанно считая, что образование в той или иной области, в той или иной стране более сильное по тем или иным аспектам, чем у нас в России. Кто-то, уже получив, например, образование в России, например, на уровне бакалавриата, а кто-то уже и магистрскую степень, решает расширить свои возможности и получить еще дополнительное образование за рубежом. Чтобы усилить свои позиции на рынке труда, свои какие-то карьерные возможности. По финансовым позициям есть, естественно, семьи достаточно самостоятельные, которые без большого труда могут позволить себе обучение ребенка за рубежом, причем длительное, начиная, может быть, со школы и заканчивая университетом. Но это совершенно необязательно. Потому что есть страны, где обучение для иностранных студентов и для россиян, в частности, бесплатное. Да, необходимые средства на проживание, допустим, питание, но все равно это уже несколько иные суммы. Есть страны, где образование платное, но оно все-таки не столь дорогое, как в наиболее таких популярных, что ли, странах в области образования, как Соединенные Штаты, допустим, Канада, Великобритания. Поэтому возможностям обучения, конечно, не имеет там каждая российская семья, потому что все равно это получается достаточно дорого, потому что идет проживание в другой стране, которое необходимо тратить. Но в то же время достаточно большой круг людей, и это не только там Москва, или, может быть, Петербург, это и многие другие города России, если тебе могут позволить. Ну, например, допустим, магистратура Великобритании. Она налиется всего один год. Поэтому это абсолютно конкретная сумма, которая не растягивается на 3, на 4, на 5 лет обучения. И если семья ее, допустим, скопила, могла там скопить и потратить на вот этот год обучения ребенка, так многие делают. Вы знаете, ну, широкая палитра. Например, до недавнего времени, до этого года, очень популярно было у нас в Петербурге обучение в Финляндии. Оно было бесплатно для иностранцев. С этого года оно стало платным, к сожалению. Вот год поступления, 17-й год, это будет первый год, когда эта обучение становится платным. Была бесплатно. Естественно, Финляндия рядом, она нам знакома, многими питерцами она любима. Всегда можно сесть в машину, там, и за 2-3 часа с термосом оказаться у ребенка с котлетами домашними. Было очень приятно. Сейчас она, допустим, стала платная. Стоимости разные в университетах. От 4,5 тысяч евро в год, ну, и там, наверное, где-то до 10 на уровне бакалавриата. Да, просто вот такие стоимости, они вполне сопоставимы стоимостью на небюджетных факультетах питерских и, тем более, московских университетах. До сих пор... Пожалуйста, извините, что перенесу. Не, не, давайте. Да, а вы бы своего ребенка в какую страну отправили учиться, и почему? Вот если есть инвестиции, да, да, если вы... Ну, вы знаете, я вот, как сказать, я не очень сторонник позиции, что я бы отправил. Да, я могу отправить ребенка, пока он еще там где-то в средней школе. А когда он уже школу заканчивает, там, с ребенком надо выбирать позицию, выбирать страну, выбирать его биографию, да. Поэтому у нас ситуации совершенно разные. Иногда бывает, когда родители, вот приходит семья, родители планировали и рассчитывали, что ребенок будет учиться с рубежом. Ребенок сидит, говорит, я никуда не поеду, я не хочу. И все. И ничего родители сделать не могут, и часто на этом все и заканчивается. Бывает наоборот. Вот приходит семья, говорит, ребенок у нас всю жизнь мечтал учиться, я не знаю, в Великобритании, допустим, в Америке, в Германии, допустим, неважно где. И мы, зная это, и вот мы вот уже многие годы мы к этому готовились, к этому шли, и вот сейчас вот мы с ребенком вместе пришли. То есть выбор, он не хаотичен, да, а достаточно осознан бывает. Факторов масса, абсолютно масса. Я бы, наверное, вот ребенка, который закончил школу, если нет к этому каких-то показаний, поостерегся, не то что поостерегся, побоялся, но просто отправлять в Соединенные Штаты, в Канаду, в Австралию. Слишком далеко. Другая схема образования, схема обучения, другой немножко менталитет, национальный менталитет, окружающий менталитет. Не такой четкий контроль. Ну, в конце концов, в самолет не сядешь и не окажешься там через два часа, например. И на самом деле так и бывает. Большинство людей выбирает, особенно у нас в Петербурге, все-таки Европу, как стартовую позицию для ребенка. Вот потом магистратура, если ребенок будет готов, если он захочет, если, может быть, тем более он сам может к этому времени деньги заработать, тогда, пожалуйста, весь мир открыт. Он уже взрослый человек, он уже самостоятельно выбирает свою судьбу. Здесь все-таки часто люди выбирают то, что поближе, я бы, наверное, шел бы примерно таким же путем. То есть какую-то из европейских стран, вполне возможно, что же Финляндию. Потому что меньше идет, опять же, вот стартовой ломки человека. Ему, может быть, проще немножко адаптироваться. Потому что, допустим, даже мой ребенок ежегодно много раз бывал в Финляндии, на отдыхе и так далее. Ему страна, понятно, знакома и прочее. В то же время, несмотря на определенные особенности, я считаю, что та же Великобритания – это классика образовательного жанра. При всех определенных там нюансах, там процедура поступления и обучения, она логична, она выверена, не знаю, десятилетиями и годами, она понятна, и она открыта. И учебные заведения, они повернуты лицом к будущему своему студенту. Они всячески помогают в поступлении. Процедура поступления, она максимально облегчена именно университетами и школами. Поэтому эта страна очень такая, достаточно удобная для начала обучения не в России. Сколько реально у вас делал вариант? Абсолютно реален. Единственное, что обучение в Великобритании платное. Оно платное как для британцев, как и для граждан ЕС, так и для россиян. Причем не для граждан ЕС, оно несколько дороже, чем для граждан ЕС или для британцев. Ну это понятно. Налогоплательщик я или не налогоплательщик, это все объяснимо. Но при наличии финансовых возможностей никаких сложностей в этом нет. Да, если у тебя аттестат по школе, например, там 3.0, то далеко не каждый университет захочет тебя взять, конечно, безусловно. Первый критерий – это твои академические показатели. То есть университет рассматривает каждого студента, насколько он может быть сильным студентом. Российские школьники, те, кто планирует ехать и уезжает учиться в ту же Великобританию, как правило, сильные студенты. И британские университеты, и американские университеты наших ребят берут, в общем-то, с удовольствием. Потому что на общем фоне они сильные студенты. Плюс это все-таки европейцы, соответственно, с европейским менталитетом, подходом. С азиатскими студентами они, может быть, часто, в среднем своем, и более где-то талантливые. Но адаптируется к жизни в университете, например, британском, они намного сложнее. Поэтому, хотя их много, но россиян берут с удовольствием университета, идут навстречу, предоставляют стипендии, то есть скидки на обучение. Но все равно это удовольствие не дешевое, поэтому, к сожалению, далеко не каждый. Можно ожидать от бакалавриата? Ну, если в совокупности взять, хотя это будет там средняя температура по больнице, но все равно где-то, наверное, 20-22 тысячи фунтов в год. Это уже на все? Все, да. Приехал, живет какие-то там минимальные команды? Каждой страной, практически каждой страной, определен, если так можно сказать, прожиточный минимум. То есть та сумма, которую должен официально обозначить и предъявить по большому счету виде выписки с банковского счета, например, студент, либо его родители, которые на взгляд правительства страны, миграционных службах гарантируют то, что этот студент будет на достаточно достойном уровне во время обучения там жить. Этих денег хватит на проживание, на питание, на учебники, на транспорт. У каждой страны есть своя сумма. Где-то это колеблется обычно ну так, от 6 до, наверное, цена 12 тысяч евро на год. А вот что бы вы посоветовали, ну, например, таким родителям, как я, у которых есть еще время до окончания школы, которые вот только сейчас задумались, да, о том, чтобы отправить ребенка за границу, в Европу. На что надо обратить внимание? Язык в первую очередь, потому что можно быть суперталантливым ребенком, у родителей может быть много денег, которые достаточны для обучения ребенка, там, и выбора любой страны, но если у ребенка нет достаточных уровней языка, ни один университет его не возьмет, конечно. Поэтому язык это тот предмет или та сфера, которой никогда не рано начинает заниматься, может быть, только поздно. Это первое. Второе, естественно, постараться вместе с ребенком максимально осознанно подойти к выбору страны, программы, получить максимум информации, возможной, по любым аспектам. Условия жизни, условия обучения, там, стоимость, естественно, программ, то, что есть на выходе, какие условия получения визы, какие условия возможны, если будет такое желание, работы в этой стране после окончания университета. То есть максимум информации, поговорить с консультантами, с разными консультантами, поговорить с представителями учебного заведения, посетить различные образовательные мероприятия, которые проводятся. Для того, чтобы принять осознанное и правильное решение, нужно иметь достаточный объем такой проверенной и объективной информации, потому что решение должно быть спонтанным, это неправильно будет. То есть плавно, постепенно подходить к этому. У нас немало бывает, когда приходят на консультацию родители, которые говорят об университетах, а ребенок, например, может быть, 10-12 лет еще. И уже мы стараемся выстроить всю цепочку подготовки к дальнейшему обучению, к возможности поехать на каникулы, в какой-то международный языковой лагерь, поучить язык, попробовать себя в среде студентов. Потом в следующий раз можно поехать в такой же лагерь, но уже не язык поучить, а поучить предметы на языке и так далее. Много интересных есть возможностей, которые не столь обременительны финансово и вообще сложны в принятии решения как обучение в университете, но дают возможность понять, вот, а надо ли это вообще ребенку? Или, может быть, и не надо? У нас есть возможность обучения и в России, да, допустим, и у нас достаточно ребят, которые, как я говорил, принципиально не хотят ехать за рубеж. Хотя из тех ребят, кто уезжает, мы не отслеживаем, конечно, все эти судьбы, это не наши, это задачи, но я бы сказал, что очень большой процент ребят возвращается работать в Россию. Совсем это не значит, что если человек едет учиться за рубеж, то только одна у него цель, только как-нибудь там закрепиться. Нет, мы как раз против понятия, вот наша компания, там есть такое понятие, эмиграция через образование. Как дальше повернется жизнь у человека или как он решит применить это образование? Есть такой экзамен, который является одним из двух, как правило, обязательных для поступления в университет. Называется он IELTS. Там девятибальная шкала. Девять баллов – это уже абсолютно свободное, хорошо профессиональное владение языком. Далеко не каждый британец, или точнее, я скажу, подавляющее большинство британцев не сдаст его так сходу экзамен на девять баллов. У нас есть ребята, школьники, не студенты, школьники, которые сдают на восемь. Это очень высокий уровень владения языком. Участие здесь, это не то, что он там жил несколько лет в Англии или в Америке и приехал сюда. Нет, здесь нормально, можно подготовиться. То есть надо делать это не по принципу, где подешевле и где поближе к дому, а также, как и любой другой продукт, выбирать тщательно и внимательно, кто преподает. По каким программам преподает. Как ребенку подходит на старте, как его тестируют, как его определяют в ту или иную группу. По принципу, там, ну вот у нас здесь свободное место, ты вот походи, позанимайся, или более профессионально к этому подходят. Как, опять же, ребенку выстраивают его программу не на умное, там, на полгода или на год, а дальше. Да, ребенок приходит, если у него язык недостаточный, он занимается в детской группе там общим языком до какого-то, может быть, уровня. Дальше есть, например, и варианты подготовки к тестам международным, но для детей. Это уже намного лучше, больше дисциплинирует ребенка, и у него есть конечная цель на какой-то период. Он не просто абстрактно ходит на занятия. Он ходит на занятия, потом у него такой международный тест, он получает красивую бумажку в руки, которая очень полезна. Следующий этап, следующий год, более высокий уровень языка, академический, английский, например, либо еще что-то. Все надо, ко всему надо подходить разумно, да, для чего, если стоит цель, да, для чего, вот вы определились, для чего нужен язык, какой язык. Для обучения это один. Просто для поездок, там, туристических, там, папа языка не знает, а вот ребенок сейчас из-за него говорит, что бывает, слушай, рядом. Немножко другой аспект, может быть, другую компанию надо выбирать, кто к этому готовит. Поэтому, но прогресс может быть весьма и весьма серьезный. Не надо ожидать, что если ребенок, допустим, там, не знаю, в 10 лет пришел и через 3 месяца он его свободно не заговорил, допустим, после 3 месяца посещения курсом, то это там плохие курсы. Это волшебство, ну, может, оно и бывает волшебство, но не в этой сфере. Не надо верить, никогда не надо верить вот таким обещаниям, которые, к сожалению, бывают у ряда школ, там, через 3 месяца вы у нас там свободно заговорите или там еще что-то. Это, как вам сказать, я не мог сказать, что это профанация. Нет, есть определенные методики, которые позволяют на старте сделать существенный скачок. Но это, когда нет системы, все равно этот прогресс, он конечный, он до какого-то уровня, а дальше у вас все равно вам придется возвращаться даже назад и что-то опять заново добирать. Ну, вот вы пожили несколько месяцев за рубежом, вы набрались каких-то слов, но это не значит, что вы выучили язык. Это несколько иного. Вот, поэтому заниматься языком ребенку надо. У нас предложений в городе масса, но к выбору компании, с кем заниматься, надо подходить, опять же, как к образованию за рубежом, очень, особенно, осторожно и, я бы сказал, прагматично. Для чего? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин